Привет, друзья! Я Григорий Герман. Сегодня в разговоре с Андреем Сидельниковым мы обсудили некоторые моменты из нашумевшей статьи китайского профессора Фэн Юйцзюня, которая касается России. Насколько в России действительно сильна деиндустриализация, которая началась после развала Советского Союза, и насколько Путин живет в своем иллюзорном мире своей теплой ванной. Чего боится на самом деле Запад? Не боится ли Запад новой, сильной и своенравной Украины? А если боится чего-то, то чего на самом деле боится Байден? Каким Байден видит будущее, ближайшее будущее Украины и России? И не только это. Мы много о чем поговорили. Оставайтесь, будет интересно. Так, первое, что хочу с тобой обсудить, это нашумевшая достаточно статья китайского эксперта. Сейчас, извини, мне нужна подсказка, потому что их шпаргал... Я не помню сам, как его зовут, да, на самом деле. Вот именно поэтому я и подготовил себе шпаргалку Фэн Юйцзюня, который, несмотря на то, что нам сложно запомнить его имя, на самом деле, как бы его ни пытались там очернить всякие разные фальшивые российские китаисты пропагандонские, является серьезным ученым, серьезным специалистом, и более того, он работает в нескольких научных институтах, которые находятся под прямым протекторатом Коммунистической партии Китая и идеологического отдела. Так что, дядька, в принципе... То есть это все-таки не ЦРУ, они не просят ЦРУ, как обычно, да, и не надо. Вообще не ЦРУ, и вообще... И это не то, чтобы какое-то личное и персональное мнение, какого-то никому неизвестного перца с горы, да, который вот просто что-то высказал, а американцы это тут же что-то понесли. В любом случае, сказанное им, это серьезное экспертное мнение, и более того, даже если оно высказано специально для Соединенных Штатов, это значит, что коммунистическая партия Китая почему-то захотела это мнение для Соединенных Штатов озвучить. Да, совершенно верно, конечно. Здесь, естественно, просто так ничего не бывает, и, конечно же, вот мы знаем, как российская пропаганда любит выхватывать, даже проплачивать не напрямую, а с боков, там совсем с далеких берегов, так сказать, заходить, и вытаскивать потом разные цитаты разных иностранных деятелей. Тут вот не получилось, поэтому это действительно видно, что мнение, как одно из мнений, ну, доводится до цивилизованного мира, ну, и Китай, конечно же, не хочет выглядеть здесь, ну, прям прямым союзником Путина, в связи с тем, что все-таки Россия сегодня террористическое государство номер один, и так или иначе, в общем-то, не то чтобы дистанцируется, но не напрямую, не на первой линии всех этих вопросов находится. Ну, тут да, но тут вот интересно то, что оценка этого китайского профессора, она достаточно нелицеприятная для России, она, прямо скажем, апокалиптичная для России, да, а о том, что поражение России в этой войне против Украины, оно неизбежно. Но с тобой я хочу обсудить несколько тезисов, более-менее конкретных, которые касаются именно России, вот его оценки. Например, о том, что Россия еще до сих пор, несмотря на финансовые вливания, несмотря на нефтедоллары, не оправилась от той драматической дидей-индустриализации, которая произошла во время распада Советского Союза. Я уже давно говорю, что в России работающая, кстати, только одна, это пропаганда. Она действительно работает неплохо и храбло. Здесь нужно отдать должное, что при всей коррумпированности российской власти и вообще российского общества, при этой огромной коррупции, все-таки пропагандистская отрасль работает намного лучше, чем все мистерзятые, наверное, остальные отрасли. Ну, понятное дело, что обобщать мы так не можем, но тем не менее факт остается фактом. Все в России идет на развал. Мы видим, как клепают снаряды, да, из советского, вот этого прошлого, когда миллионными тиражами была гонка вооружений, и все это вот ржавеет десятилетия в России, и сегодня вот они там из десяти снарядов могут сделать одну ракету, да, из пяти танков могут собрать один танк, то и то необходимы сегодняшние схемы, на которые наложены санкции. Но тем не менее, все-таки действительно упадок, он виден, существует, но и по большому счету власти, ведь властимущим было наплевать. Все действительно только подсчитывали барыши, которые клали в карман, и когда прошла в 90-е приватизация, ну, вот появились новые собственники, они были озабочены в основном только получением прибыли, а о будущем, о стране тем более, и о людях никто никогда не думал, и тем более сейчас. Мы с тобой уже это как-то обсуждали, интересно получить подтверждение даже из китайского источника. Это не эффективность путинской системы исправления ошибок. Да, механизм, отсутствие механизма исправления ошибок. Он даже написал, что Путин-то по большому счету не получает реальные разведданные на интересующие его темы, а получает только то, что хочет увидеть. Безусловно. Это об этом, во-первых, как бы я не знаю, он совершенно не подозревательный, мы давно об этом говорим, что Путин живет уже в Зазеркале, а ему действительно годами, за десятилетиями приносили только информацию, которая радовала слух. И, в общем-то, сегодня обитатели Кремля, ну, условного Кремля мы говорим, да, естественно, те, кто приносят дайджесты, вот, а это делается все равно по старинке, как это было там раньше, когда не было такой компьютеризации интернета, это вот такая вот обычно, ну, там, люди, которые занимали высокие посты, либо большие бизнесмены, им ежедневно, там, с утра, когда они просыпались, помощники готовили вот такую стопку дайджеста с подчеркиванием по словам, по фразам, информацию, то есть, в общем-то, ну, не все прочитывалось, но, тем не менее, была как бы подготовлена определенная информация по разным деятельностям, политике, экономике, культуре, то есть основные какие-то такие тезисы. И, в общем-то, вот в эти тезисы, насколько я понимаю, долгие годы попадают, в общем-то, исключительно новости, которые режиссируются и преподносятся Путину, в общем-то, ну, определенный фейк. Можно сказать, что он уже взращен, и ум его развивается на фейках. Именно поэтому мы и наблюдаем вот те метаворфозы, которые с ним происходят. Именно поэтому у него есть какие-то свои увлечения. Вот он увлекается якобы историей. Вот мы помним, вот это Карлсон, он принес вот эту папку и про печенегов, и про все остальное. То есть, не реальность, а вот какое-то прошлое. Переписывание истории происходит. Так оно переписывается, опять-таки, в ежедневном режиме именно в той подаче информации, которая дается Путину. Поэтому и даже многие, соответственно, обитатели Кремля, опять-таки, верят во все вот эти вещи, потому что, ну, это происходит уже долгое время. Мы имеем на Западе достаточно нерешительное, достаточно нерешительное, даже я, западник, это признаю, правительства и элиты, которые увлекаются модерированием конфликтов, да, или там контролем конфликтов. И нету ли у тебя ощущения, что вот сейчас вот, после 2022 года, после риторики 2023 и 2024 года на Западе, помимо страхов России, возникает еще и страх сильной Украины. Украина, которая может добить путинскую власть и привести к тому, чего на самом деле Запад не хочет. Да, не хочет развала и падения, такого громкого падения с разбрасыванием вокруг себя остатков ядерного оружия. Ну, то, что на самом деле, конечно, Запад не хочет падения России, это мы видим. Это здесь даже не нужно там как-то это откуда-то вылавливать. Я достаточно много встречаюсь с западными политиками, в основном это депутаты парламентов разных стран. Ну, могу сказать, что у них просто, знаешь, у них нет вот этого понимания, наверное, которое есть и у украинцев, и бывших граждан Советского Союза, вот этой ментальности русской, российской, не русской, российской ментальности. Они не понимают. Они не понимают, во-первых, многие вещи, и самое главное, не понимают, как можно играть вне правил. Да, то есть они уже долгие годы, и они выросли на этом, что существуют правила, нравятся они или не нравятся, вот есть, существуют правила, и по ним необходимо играть, по ним необходимо жить и претворять в жизни те или иные вещи. Да, правила можно менять, они очень долго меняются, вот пока эти правила не поменены, официально, они вот не могут перешагнуть. А получается, что у нас на самом деле, вот в сфере за шахмотную доску, западные страны и Россия играть, а Россия с первого же кода, по большому счету, начинает играть Чапаева, да, а они продолжают, опять-таки, они продолжают ходить, как ходят шахматные фигуры. Ну, ребята, если вами начали играть Чапаева, я считаю, как бы здесь, извините, как бы вы же, не вы же первые начали, надо, значит, взять бейсбольную биту, и на окмашь ударить соперника, потому что по-другому вы и не выиграете, и вас также будут разворить, как и Путин разводил все эти десятилетия, потому что на Западе сменяемость власти, а в России мы видим уже 25-й год, товарищ просто врос в кресло, и, естественно, сам он его никогда не покинет, это кресло, либо умрет своей смертью, либо его нужно уничтожить. Не боится ли сейчас Запад сильной Украины? Потому что, ну, нету ли сейчас... Я не считаю, что боится сильной Украины. Сейчас об этом разговоре, я честно могу сказать, об этом разговоре я даже не слышал нигде. Ни в кулуарах, ни на официальных каких-то встречах, ни за ужинами, которые провожу, опять-таки, с разными политиками. Нет, такого вот этого нет. Возможно, возможно, это опасение не беспочвенное. Возможно, в дальнейшем это и будет поставлен такой вопрос. Но, простите, сегодня Украина и украинцы спасают от фашизма европейский континент. И уж извините, говорить о том, что Украина когда-то, потом станет сильной страной, она станет обязательно. Это здесь, опять-таки, это же не от нашего желания. Смотри, я думаю, что это может быть опасение на Западе получить еще один Израиль. Часть западного мира, но своенравная, обладающая своим мнением, обладающая решительностью брать оружие и брать деньги, но оставлять советы Соединенным Штатам, да, как Израиль сейчас, да, они посчитали нужным уничтожить иранского генерала, они уничтожили его, не поставив своих американских союзников, чей авианосец вот здесь вот у нас на горизонте, даже ведом, да, не поставив их в известность. Послушайте, но на самом деле, если бы американские или английские авианосцы или любой другой западной страны строяли в Черном море, да, и перехватывали те ракеты, которые Путин запускает по мирным городам, ну, наверное, по-другому были разговоры и вообще, как бы, другая была бы ситуация. А вот эти вот, как бы, не посоветовались, ну, простите, вы сейчас столь необходимое оружие, которое всего, вы там эту секунду необходимо на фронте украинским вооруженным силам, значит, не даете по тем или иным основаниям, и вы хотите еще как бы спрашивать, куда оружие, которое есть на этот момент в Украине, использовать, а не пошли бы вы вслед за русским военным кораблем, называется, чтобы вы раньше там как бы не помогали Украине, да, поэтому вот эти вот советы и вот эти вот мнения, которые раздаются сейчас с Запада, ну, больше, наверное, из Америки происходят, да, там дельные чиновники говорят, что вот нельзя, нежелательно запускать, значит, по нефтеперерабатывающим заводам в России, ребят, дайте оружие, чтобы Украина освободила свою территорию, да, значит, с 91-го года, которая была, если вы хотите и боитесь развала России, заставьте Путина после того, как украинцы выйдут своим границам, подписать капитуляцию с репарациями, со всеми остальными вещами, и тогда, как бы, ну, наверное, может пойти история в другом ключе и развала страны, хотя, опять-таки, Путин единственный человек, который к развалу России будет иметь отношение, никто другой не добивается развала России больше, чем Путин, никто не другой не добился близкого и расширения стран НАТО к границам России, как Путин, поэтому это не вина Запада, не вина Украины, это вина Путина и его преступного мафиозного руководства и тех людей, которые в это вовлечены, поэтому дайте оружие, потребуйте, помогите, потребуйте, ведите войска на самом деле, это, кстати, очень хорошая идея, которую говорит сейчас Макрон о том, чтобы освободить украинских военных с границы с Белоруссией, чтобы они как раз смогли свежими силами поучаствовать в освобождении территории, а там станет, допустим, французский контингент или французский регион, и также другие страны могут это сделать, если вы не хотите напрямую соприкасаться, воевать с фашистскими от Путина, значит, дайте эту возможность сделать Украине, Украина, безусловно, это сделает, но помогите с оружием, вот когда граница выйдет украинские вооруженные силы, вот тогда уже спасайте своего Путина, спасайте всех остальных, пусть подписывает капитуляцию и принимает правила игры, которые будут навязаны, безусловно, Украиной, и в дальнейшем уже надо принуждать, как это, у нас Путин любил говорить принуждение к миру, ну вот принуждение к миру нужно будет ему сделать, поэтому, а это можно сделать только силой, по-другому они не понимают, и самое главное не остановятся, вот здесь у Запада большая проблема, они все думают, что смогут с ним договориться, взять себе передышку, передышку, может взять, возьмут, а потом их уничтожат. Да, вот эта вот пассивная позиция Запада, она, конечно, вызывает огромное количество вопросов, она вызывает огромное количество вопросов у ее экспертов в Израиле, которые тоже Запад сдерживает сейчас по рукам от того, ну хотя Израиль очень сложно сдерживать по рукам, но они пытаются, по крайней мере, да, и появление еще одной такой страны, как Украина, например, которая точно так же будет сложно сдерживать по рукам в борьбе с диктаторами, может на самом деле изменить этот мир к лучшему, потому что сейчас пока что ситуация такая, диктаторские режимы не боятся угрожать и применять, а западные демократии, они могут только отбиваться и осуждать, и вот Россия сейчас меняется. Озабоченность проявляет, как мы видим, опять сегодня Украина, на самом деле, действительно, одна из самых сильных армий, ведь по человеческому качеству эта армия превосходит все остальные армии мира, но это же правда, это же не преувеличение какое-то, и никакие индиферамы не попадают. Это объективность сегодня такой, так сложилось, так сложилось из истории, и здесь все-таки, ну, вот, я не вижу, на самом деле, никаких проблем в сильной Украине, и это не принесет никаких, еще раз говорю, это будет только выгода Европейскому Союзу, Европейскому континенту, и Великобритании, естественно, одному из главных союзников Украины сегодня, так что, чем быстрее это время случится, тем быстрее станет сильной Европа. А Соединенные Штаты, да, если посмотреть за океан, Байден, для Байдена, вот я не знаю, понимаешь, даже как сформулировать, да, потому что по идее нужно было бы сформулировать, победа Украины является одним из главных проектов Байдена, но учитывая присутствие Саллива... Ну, я так не считаю. Я вот не считаю, на самом деле. Не то, что не считаю, так это мы не видим в шагах администрации Байдена. Вот, но тем не менее, да, в данном, в этом году разрешение войны в Украине является одним из проектов Байдена, на который они делают ставку в предвыборной борьбе. Вот так вот, наверное... Ну, я не знаю, какую ставку они могут сделать. Если они делают ставку, то, наверное, сегодня были бы бесперебойные поставки вооружения. Америка в состоянии это сделать. Есть наличие, самое главное. Если в Европе сейчас по сусекам собирают, грубо говоря, все, что возможно, да, в связи с такой позицией американского эстеблишмента, не администрации, даже американского эстеблишмента, ну вот, то у Америки сегодня с военной техникой, с патронами, с ракетами все в порядке и экономика американская совершенно в состоянии восполнить все переданные вооружения Украине и те, которые будут переданы. Ситуация это повлиялась. Большинство американских граждан, оно поддерживает Украину, там, по-моему, явно больше половины по последним опросам. Поэтому западные элиты, они вынуждены реагировать на вот этот вот запрос. Безусловно. Но нужно тоже понимать, что война в Украине это не входит в первые десять интересов обычного гражданина Соединенных Штатов. Ну, это данность, опять, и фактура. Это не потому, что они плохие, а потому, что так устроена эта страна, так устроены эти люди. Я достаточно много был в разных штатах, в Америке, разговаривал, естественно, на политические темы. В общем-то, я сейчас не говорю про политиков, да, я говорю про обычных людей и бывших наших соотечественников, и американцев, которые, там, как говорится, native American, и те, кто приехал в Америку и живет там из других стран, не русскоговорящие. Поэтому, действительно, у каждого свои проблемы. Ну, вот, например, сегодня, там, не знаю, жителей Калифорнии заботит, что бензин подорожал снова, понимаешь, и это отражается уже на всей экономике и жизни конкретного штата. В другом, там, штате, я не знаю, там, безработица возобновила. Ну, то есть, еще раз говорю, это не война, война войной, да, как бы, но интересы, близкий круг интересов американского гражданина это не входит. К сожалению, большому... Это нормально, это нормально, когда гражданина страны... Ну, что происходит у меня в стране? Но здесь надо сказать, что, честно говоря, ну, наверное, очень, как бы, сбавило обороты ну, не пропаганды, хотя, наверное, можно... Это война, поэтому, конечно же, это слово пропаганда, наверное, будет правильно употребить. Скажем так, вот есть пропаганда курильщика, да, вот если как бы говорить, да, и пропаганда здорового человека. Вот так вот, пропаганда здорового человека, здорового Украины сегодня проигрывает, к сожалению, да, когда началось полномоставное вторжение в течение года, все-таки информационно Украина просто разбила в пух и прах российскую пропаганду. Сегодня же там сгруппировались, там поняли, как нужно действовать, как, купить, через кого зайти. Много спящих агентов разбужено, не прямых, да, а именно спящих агентов, которые все эти годы лежали, как говорится, под сукном, и сегодня они все как один работают на фашистскую Россию. Сегодня, можно сказать, разбужены так называемые бывшие оппозиционеры, которые, в общем-то, делают вид, что они против Путина, но они совершенно не против той имперской политики, которую Путин проводит. И эти люди сегодня живут на Западе, они лидерами являются общественного мнения, и они все, в общем-то, сегодня раскрываются. Достаточно посмотреть, кто радовался, когда якобы сняли санкции Европейский суд с господина Фридмана и Алина. Все эти люди притворялись и пытаются сейчас притвориться друзьями Украины. Они почему-то до сих пор выступают на украинских каналах, их почему-то приглашают в эфиры и почему-то их еще слушают, хотя они себя уже разоблачили полностью. Кто бы что ни сделал, кто бы какие лекарства ни привез в Украину и в каком количестве, эти люди сообщники фашистского режима. Они не хотят побороться с этим режимом, они ненавидят Путина, это правда, здесь мы схожи с ними, но в остальном мы все расходимся. Они хотят себя поставить на место этих, которые сегодня являются военными преступниками и типа с хорошими лицами править Россией, такой, какой она есть. А режим нужно выкорчевывать. Всех, кто связан с этим режимом, нужно уничтожить. А если о Европе, мы с тобой говорили сегодня о Европе, о решительной в Европе, ты упоминал Макрона с его инициативами, то, что Макрон объявил, пытается спродюсировать перемирие олимпийское, и то, что российскую делегацию вроде бы как приглашают на празднование Деньги. Нет, не приглашают. Я не приглашаю. Вчера вечером вообще такая была информация, сегодня не знаю. Вчера была информация, что не приглашают. Да. Потому что говорили о том, что не приглашают Путина, но делегация типа может приехать. Ну, я не знаю насчет делегации. По протоколу дипломатическому, наверное, посол. Почему до сих пор посол российский находится в Париже, я не очень понимаю. Почему российский посол находится в Великобритании, я не понимаю. Почему военный преступник Антонов, посол в Соединенных Штатах Российской Федерации, находится там, мне тоже это непонятно. но тем не менее, наверное, по протоколу какие-то люди из посольства могут быть приглашены. Хотя могу сказать, как бы по-разному ситуации есть. Я в свое время был приглашен на, ну, не празднование, конечно же, а на похорону Маргарет Тэтчер. Тогда пригласили, вообще по протоколу, по большому счету, ну, вот обычно приглашаются послы, да, значит, родственники Маргарет Тэтчер распорядились. Было приглашено только два российских гражданина. Был приглашен Михаил Горбачев, да, собственно говоря, и был приглашен Борис Немцов. Так вот, Михаил Горбачев не смог поехать по медицинским проблемам, болел в тот момент, а Борис Немцов не смог поехать, потому что он поехал тогда на суд Киров к Алексею Навальному и попросил меня, я тоже был знаком с Маргарет Тэтчер, я жил уже в Великобритании, но я был знаком с ней тоже долгие годы, вот, и попросил меня от его имени, соответственно, проститься с бывшим премьером Великобритании. Так вот, тогда семья поставила условие, что не должно быть, по протоколу должно, а они не хотят видеть российского посла. Ему был запрещен, его не пригласили туда. И, соответственно, из российских граждан, как бы, ну вот, в силу того, что меня пригласили только потому, что Борис Немцов не смог поехать, ну вот, и я был единственным представителем России. Поэтому сегодня, ну, я не вижу особой надобности приглашать пособников, военных преступников и вообще представителей фашистской путинской России на какие-либо международные мероприятия, на любые. Почему до сих пор Россия сидит в Совете Безопасности ООН с правом решающего голоса Ивета, мне до сих пор непонятно. Все эти вещи должны быть приостановлены, если не исключить, то приостановить действия всех российских делегаций в международных организациях по всему миру. это должно быть политическое решение. Такого решения мы опять не видим. Еще раз повторю, не понимаю, почему до сих пор послы Российской Федерации не высланы из хотя бы стран союзников Украины. Почему сегодня российское посольство в Украине, которое не работает и закрыто, до сих пор не отобрано? Да? Мы знаем, что, между прочим, в Москве на украинском посольстве они свой фашистский флаг повесили, между прочим. Да, на днях тоже, на днях. Упустил момент. Здания не заходят по международным нормам, но на территорию зашли и повесили флаг Российской Федерации. Почему до сих пор посольство, которое у России есть, здание в Киеве, хотя земля, кстати, отобрана и договоры расторгнуты на аренду этой земли, почему до сих пор это посольство не, скажем так, культурный центр если его не сделал, например, хотя бы, да, или больницу для восстановления тех, кто получил ранение на фронте. Ну, можно все что угодно сделать, почему до сих пор это не сделано, я тоже не понимаю. Отлично, спасибо огромное, что рассказал про флаг. Спасибо, что рассказал про флаг. Есть повод вспомнить о российском посольстве в Киеве. Скажи мне, пожалуйста, вот такую штуку, по твоим ощущениям, человека, который живет на две страны в Европе, в Британии, бывает, видит эти настроения. Как ты думаешь, вот это вот Макроновское перемирие олимпийское, вот это вот приглашение хоть кого-то на Ди-Дей, не является ли это свидетельством того, что Макрон и французы подздуваются в своем стремлении активизировать и военизировать Европу? Ну, вопрос, конечно, интересный, как говорилось раньше, вопрос, конечно, хороший. Я пока этого не вижу, если честно. Другое дело, что все-таки теми творкозы, которые произошли с Макроном, от того, что он там ежедневно названивал Путину, да, до уже достаточно серьезной риторики большого политика, а не присмыкающегося какого-то шапки перед лидером ядерной державы, то это, конечно, в общем-то, впечатляет. Но, тем не менее, ну, не знаю, я не думаю, что сдувается. Здесь же речь идет о том, что если сдуется, так ракеты же полетят и на Париж и Лондон. Но это же тоже, они должны это понимать. Мы постоянно в своих беседах, вот я как бы об этом говорю всегда, с теми или иными политиками, и понимание на частном уровне оно есть. Но когда в комплексе, да, там вот они там заседания своих проводят парламентов, как-то это как-то теряется все. Потому что по отдельности действительно я еще не встретил ни одного политика, который бы сказал там нет на наше предложение, на предложение по санкциям, да, на предложение о поставках, необходимости поставки вооружений, о необходимости вот этого фонда наполнения дальнейшего восстановления Украины. То есть все эти вопросы, они реагируют положительно. Да. Посмотрим, опять-таки, я считаю, что приглашать как бы делегацию не стоит. Это будет проявление слабохарактерности. Запретить российским, белорусским спортсменам, которые выступают от имени Российской Федерации и поддерживают то, что делает Путин в Украине, а это геносит украинской нации, нужно действительно запретить этим выступать людям, либо они должны публично подписать бумаги о том, что они не согласны с такой позицией, они считают Путина военным преступником, они считают, что территория Украины должна быть возвращена без каких-либо условий, тогда пусть выступают. Если они не могут подписать подобные вещи, пусть идут вслед за русским военным кораблем, туда же, откуда они хотят приехать. Все вот эти половинчатости надо прекращать, когда действительно они живут на Западе, но ездят почему-то в Москву, в другие регионы России, и между двумя странами сюда, где удобнее, где лучше, где побольше наворовать, где побольше себе в карман положить. Нет, ребята, простите, мы живем в информационном веке, мы знаем кто есть кто, поэтому если вы не считаете для себя возможным показать хотя бы и артикулировать цивилизованность в мире сегодня, ну, тогда вы являетесь изгоями, вы граждане террористического государства и возвращаетесь туда, и вам не место в свободном мире. Вот и все. Слово в слово по поводу спортсменов, то же самое я сказал в Джи Би Афтмен, в британном британском телеканале, когда они на прошлой неделе у меня брали интервью с каким-то русским в футболке СССР, вот сказал то же самое, только после подписи. И подписи, и пусть они на видео, потому что подписывать, опять-таки, я знаю, как это вот, у нас некоторые, между прочим, получили агенты, получили звание инагента, да, иностранного агента, вот как меня тоже включили в этот список, там есть ряд инагентов, которые засунули туда специально для того, чтобы разваливать оппозицию, такие как Венедиктов, Гельман и несколько других, поэтому все их тоже знаем, всю эту путинскую сволочь, мы знаем, мы пытаемся ее обличить, они рассказывают сказки сейчас, а до этого прекрасно, совершенно, не гнушались, делать все возможное, чтобы эта фашистская власть себя проявила, поэтому, ну, вот, такие вот времена. Поэтому обеими руками, видишь, мы с тобой видим мир одинаково, и мне кажется, что если два умных человека видят мир таковым, значит, в принципе, мы недалеки от истины. Спасибо тебе огромное, и до встречи. Спасибо, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok,